Да, это мой первый дом. Меня попросили вырезать карнизы, то есть я как бы таченкой занимаюсь. Кирпич использовали радиус, но у нас какая-то часть была радиусного кирпича. Единственное, что его надо было в клин превратить, то есть в перевязки. Ну, заказчик заценил. Ну, да кому вот это он и хотел, чтобы именно в этом старорусском стиле. Электронный звонарь стоит, то есть, в принципе, можно управлять с телефона. Всем доброго дня, с вами компания Печной Мир. Сегодня мы находимся в Тюменской области. В Нижне-Тавдинский район, деревня Антропова. Антропова. Здесь печники делали храм. Ну, и делают, наверное. Сергей Ясков полностью курировал его, получается, и приводил в такой вид. Сергеем мы уже знакомы. Вот сегодня как раз приехали поснимать, показать, что и печники могут еще и храмы строить. Поэтому сегодня пройдем, посмотрим элементы, точку. Ну, начинаем. Серега, приветствую. Приветствую. Хотелось бы узнать, как сам пришел, так скажем, ну, знаю, что печами занимаешься, а вот храмовое строительство, я понимаю, это дело случая. Ну, да, это вообще мой первый дом. Меня попросили вырезать карнизы, ну, то есть, я как бы таченкой занимаюсь. Ну, и попросили вырезать, ну, карнизы, а тут как раз что-то пандемия, проблемы с каменщиками. Говорят, может, построишь? Я говорю, да что нет-то, давайте построим, ну, как бы на свой страх и резался, конечно, на это. Ну, собрал ребят, в принципе, со всей страны практически, Краснодар, Краснодар, Иркутск, Омск, участвовали, Питер. Ну, практически вся Россия приезжал, Иркутск приезжал, там Женька Батаруев. Ну, и вот как-то потихонечку за два года, как бы, с мастерками. Два года ушло от фундамента, получается, до того, что сейчас есть. Да, 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 вот эти все постройки на таченку. Вообще, конечно, судьба привела многих, как бы, это, ну, всех, со своими историями приезжали, кто и как сюда попал. То есть, я вообще попал случайно, я, ну, вообще, как бы, сезон занят всегда. Ну, и, в общем, ехал по трассе, и мне человек звонит, говорит, надо, говорит, барбекюшню сделать. Я говорю, блядь, у меня времени нету, как бы, извините, я говорю, откажу. Ну, заедет, посмотри, я говорю, вы где? Он говорит, на Цемлянском озере. Я как раз мимо поворот проезжаю. Я говорю, давай заеду, ну, так, для интереса, заехал, заехал, они там, что-то, это... Заказчик приходит, говорит, что, говорю, надо, он говорит, ну, трусскую печку, там, то, что, пятое-десятое. Я, как бы, говорит, давайте, говорит, я, рисовать ничего не буду, я, говорю, сейчас объект делаю. Вы, говорю, приедете, посмотрите, говорю, таченку ему, если понравится, говоришь, в таком же стиле сделаем. все они в общем где-то через месяц приезжают и как бы это все только ты будешь делать на барбекю барбекю сделал естественно с резными элементами ну и вот как бы вот так и попал сюда как бы за это заказчик который да это за нас меценат до заказчика это оказался или как бы у нас не такие отношения хорошие то есть не случайно все события да 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 все вообще с периодичностью все всегда во время то есть как бы это там знаешь это что-то задерживается ветер не дает кран поставить брать значение так что это так ну что перейдем посмотрим элементы наверно то есть ну или вообще какую-то обзорную экскурсию позавайте ну конечно по кругу внутрь пройдем посмотрим надо для леса внутри вот очищали внутри тоже тут все в соли было сейчас почистили не ловыми щетками как бы вот смотрите пробам покрыто как бы цвет другой уж еще не просохли все а вообще еще хотелось понять почему именно но решение было с печниками полностью сделать так а потому что я печник все друзья визу да я как бы всех вызвали бы почему-то друзья печники каменщиков то особо нет и мы же особо это не общаемся а как правило получается печники все из каменщиков вот это то ребята там на стройке прошли вот даже саша тульский приезжал допустим там увидели что он мастер что он уже наверно отработал лет 5 именно на вот на кирпичах где-то а потом уже печами занялся то есть ну принципе достиг такого всего и как бы я бы всем печникам порекомендовал сначала каменьщиком быть прежде чем песни делом заниматься ну и вот кто-то что-то помнит со строя кто то что-то как-то в общем потому что общего строя то не было но я в проекте разбираюсь ну потому что про физи изучил естественно ке-то элементы они конечно есть в кетчапе набирали полностью ну все облицовку но он есть проект вообще но потом по итогу где-то какие-то нагрузки где то что тут то есть мы все меняли по ходу так что как-то вот так процесс шел кто-то приезжал по где-то какие-то элементы сами придумали там допустим там вот эти внутри идет кладка где-то перебилось то есть надо исправить раз какой-то элемент то что еще сегодня вот уже когда приехали разговаривали план был здание один без вот этих резных элементов это уже сам все доработал надо на закон нужно посмотреть он там действие там как бы это сейчас пройдемся и это покажу какой изначально был заказчик заценил что подходами на такой ну да кому вот это он и хотел чтобы имену в этом русском стиле из разных стилей всех потому что в основном песняки же но вот если пройти с допустим по москве там или там потом уже нижнего новгорода аркита все откуда песняков и то есть со старых зданий именно вот это вот старых здесь много а вот арочки да вот это самая большая наверное сам большая вообще будет мы сейчас будем делать одну группу вообще проект готов как бы это и вот здесь будет входная группа то есть самая большая арка будет я сам буду делать вообще все арки которые здесь делали первую сюда яркую делал первую сделал все из нее поехали остальные а вот боковые уже пацаны там приезжали уже левую каменщики строили у меня бригада было двое человек ребят уже нет так сказать больше арки хотели научиться строить им интересно было не вообще приехали на облицовку конечно дом причины там как бы стены ровная но не с братом 2 2 брата не подрядились вот тут боковой вход они сделали правый боковой вход где начал у нас александр мошков вот они у него посмотрели как арки делать ну и как бы по процессу то есть идентично то сделали трудности еще вот смотрю пошел да то что пищник же не работает с таким большим чем то есть проблемы были в один раз не припечники приезжали тяжело было начинать я всех переучила на накладку то есть я уже представляю во-первых я первых два ряда сложил вообще всего храма то есть не андрей бэнс приезжал помогал и александр мошкова позвонил приехал ну а до этого естественно там приехали точильщики были у меня точили мы не здесь деревне точили изначально в поле там палатки поставили то есть нужно под погодой ну и вот у нас там где-то месяц мы пока снег и все лежал точили элементы какие-то андрей макаров там то ли ракетянский с омска участвовал там серега точильщик ученик эдика все приехали первое время это обычно кто в командировке едет соберут одежду которую выбросить старый такие как большевать и воду таки это киева я приехал посмотрел посмотрел короче видит форму выбирать на форму всем купить одежду вот как бы это ну чтобы лекарство благородит арку мы разрабатывали вместе с андрей макаровым ну как бы не один день так это все это думали как ее сделать сначала разложили сделали ту же фотографии но потом как бы это я покажу как это что здесь и на земле сначала разложили потом потом приехал валера валера начал лужи ну тут принципе что как бы кирпич использовали радиус на нас какая-то часть была радиус на кирпича единственно что надо было в клин превратить перевязки и вот это вот коронка ну тебя на алиэкспресс заказал этом коронка лежала и давай сделаем вот такой кирпич . ну ты что пройдет фреза да то есть сделано от руки поэтому это она видно что ручная работа вообще изначально когда строили конечно к шлангу нас начали что это сейчас уже все по прутку уложат ну допустим кладка на дуле пищи прямые стены то есть пруду выложены то есть ну как будет идет кладка такая средней ну просто этого не сделать не будет живет это все подкладывать но я стал это ходить везде в эти раньше-то мимо храмов приезжал сейчас ко всем подъезжали к старым и ко всем по плану и что надо смотреть ну конечно да то есть как бы ну я думаю что у нас очень неплохо получилось по сравнению с тем что строилось потому что прямую стену проблема проблемы то нет гнать а вот именно карнизы вот это вот все это же надо подогнать это что потом после них опять начать нюансов много момента приходилось за этим всем следить ходить бывало и разбирали что-то где-то хотелось бы прогреть по внутреннему убранствовали как это то есть проемы то что они сделаны в таком световом стиле сейчас они правда закрыты ну это закрывали у нас зимой тут сквозняк что сквозняка не было ребята он эти крышу делали как бы за этого закрыли а так давай может кем окна подойдем по проекту у нас окна были квадратные тут то есть как бы не квадратный лучковая арка то есть небольшой небольшая арка была здесь не переделали на лучковые и как бы стены расходятся но это практически во всех рамах делается . чтобы свет рассеивала — когда стекла встанут, то есть акустика будет. Звук для стекла удаляться. Акустика界 даже вот здесь иногда присутствует. Мы на одном месте стоишь говоришь, но NVT в голосе меняется. А когда стекла встанут, то это — всё рассеивается будет. — Получается, вот эти проёмы по плану должны были быть прямыми? — Нет, нет. Это всё процессор 왔еля Wereдела всегда так — они развернуты. Вот арки мы раскрыли, да, то есть именно вот этим акустику улучшили. Строится именно вот в этих старорусских традициях. Ну, единственное, что вот бетон добавился, потому что это, ну, я бы сказать, будущее, так скажем. Раньше это все кирпичное было. И вот они по старым технологиям здесь все хотят сделать. Именно, чтобы он, именно храм, лет 300-200-300 простоял. То есть понятно, что там крыша, не крыша, купола, это может все исчезнуть, это здание все равно останется. То есть поэтому метровые стены, может даже эпохи сменятся, может война будет, может еще что-то, надо все равно будет стоять. Может это для кого-то пристанищем станет там. Просто вот тоже вопрос задают, зачем мы здесь строят там, где-то тупик. А что произойдет через 50 лет? И вот может кто-нибудь будет путь какие-нибудь люди, да, там по реке, река тут рядом. И выйдет здание, и найдут здесь пристанище свое. Кстати, это может быть, да, таким... Да, она раз на эпоху, на несколько эпох строится, поэтому это, как мы считаем, два-три века обычно вот эти здания стоят. Они старые, это сейчас вот стоят, эти годы там 17-го века, 17-го века. То есть для развития деревни может это повлиять, да, то есть внимание... Да, конечно, конечно. Как бы, да, раньше и было поверие, что если в дереве нет храма, то как бы деревня умирает. Поэтому в каждой деревне был храм, в середине, в центре стоял. Люди ходили, молились. Так что, может, и живет деревня. Дай бог, дай бог, а то все в город охота, чтобы деревня заживала. Так, ну что, посмотрим. Здесь, я думаю, все понятно, да, то есть за штукатуре... За штукатуре, да. Ну, тут как бы это, получается, здесь хоры будут, ну, как хоры называются, то есть хоры будут петь стоять. То есть, ну, пока планируется, либо он вот здесь, в бар стенах будет, да, либо там на высоте, ну, вторым ярусом. Ну, то есть, как бы там женский хор, мужской хор, то есть они с двух сторон заходят, и вот они как бы поют там песни. Вот эта акустика, как раз вот купол, да, сверху, получается, он может тоже вот этот звук, наверное, давать. Да, да, ну, да, то есть хоры будут. Ну, здесь, получается, алтарная часть, ну, получается, здесь иконостас, ну, заказы заказали уже, то есть, поэтому это... Здесь вот этот, печная работа, это под кадил, ну, то есть этот, дымит-то, который у них, ну, типа камины здесь делали. То есть там идет внутри, так, дымохат? Канал, да, там труба сверху выходит, это, сэндвич стоит, ну, там по улице было, обратите внимание, здесь на этом выходит. Это вот кадил там поджигатель, ну, с дверками такой будет закрываться. По отоплению тут, как бы, ни газа, ничего нету, в общем, будет электрическая. В общем, будет диска стоять, то есть она заправленная, всегда будет дизелем, там она автономная. И, как бы, ну, в случае, если отключится свет или что-то, то есть она будет сюда работать. А вообще изучал вопросы отопления, как в старых храмах отапливали помещение? Они не хотят, я им предлагал, как бы... Ну, вообще, суть вот этих стен метровых была, он за лето нагревался, и мы просто не давали остыть. Свечки внутри горели на поддержку, стояла маленькая печь. В основном галанки это круглые были, ну, это уже были ремонты, наверное, где-то в начале 20-го века. То есть до этого другие какие-то печки стояли, но в основном вот это свечки, как говорят, топили. Свечки люди дышали. Да, и люди дышали, и мы не давали остывать. Ну, вот если, конечно, его заморозишь, все откроешь, потом просто этот объем камня не нагреть. То есть он же в себе стоит, держит тепло долго. Я раньше разбирал вот эти дома барские, ну, там переделывали печки, нигде все. У них вот пятистенок, допустим, втык, вот метровые стены у него, да, и получается в пятистенок, вот эта стена, которая в центре, где стояла две печки большие. Ну, по-моему, это галанки были. То есть первый этаж и второй этаж. И получается, с одной в одну стену колодцы расходились с дымоходом, а с другой печки в другую. Ну, и вот, получается, они отапливали этот дом двумя печками, хотя там, ну, кубатура такая, что, как бы, ну, обычная печь не протянет. Пройдем на улицу, посмотрим, вот эти элементы резные. Где-то окна я видел так красиво тоже с крестами сделаны. Много пиленной работы, вот даже вот по фасаду сейчас мы стоим. Окна, форму вот эти, да, колонны, кресты, если видно. То есть это вот тоже, Серега, это твоя задумка, да, правильно? Да, ну, вообще кресты это придумали, это мы вместе с Макаром, с Андреем тоже сидели там, точили, когда, потому что окна заранее точили, то есть, прежде чем дойти. То есть, окно вообще было собрано на сухую изначально, то есть одобрено, и потом вот это. Он предложил кресты, ждали батюшку недели две, он приехал, можно, нельзя. Он говорит, греческие кресты, как бы, такие можно. Ну, вот выше уже поднялись, когда арки, верхнюю часть придумывали сами здесь на месте. Вот крыша, да, 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 мы потому что делали, это, вообще начали окна вкладку. Ну, Андрей Дуров был с Орлау, мне приехал, и вот мы с ним начали вот эти вот окна первой колонны все делать. И вот эти вот сверху, это тоже мы с ним разложили. То есть яркие, все на сухую, то есть, так скажем, мы потом уже вкладку. Да, тут окно, одно окно собрали. Ну, по сути, вот мы его собрали, а как бы все равно люди не видят, как он будет это выглядеть, то есть, все равно основной вид появился, когда они уже встали на место. Блин, ты находишь, сам понимаешь, у людей там спрашиваешь, там, нормально, они не стоят смотрят, они не понимают, для чего это. Так, а еще, наверное, самому сложно, объем-то большой работы. То есть, как-то это со стороны увидеть же надо, итогово уже видеть, да? Блин, когда ты с утра ходишь до ночи целыми днями и думаешь, нафиг я за это взялся. Такие идеи приходят, поэтому это, все придумали здесь. Я говорю, то, что нарисовано было, все изменили. Ну, конечно, помогло то, что печами давно занимаюсь, как бы, на многих стройках был, там, и дома видел, и кладку видел, и все видел, нагрузки, как где все ставят, то есть, все равно, это все откладывалось. Ну, и вот по факту, когда мы приходили, там, пришли, допустим, как арку собрать, там, ну, вот у нас же наделись деленная с тем, то есть, она, между внешней аркой и, допустим, внутренней бута, у нас должен быть зазор, то есть, там, ну, вообще по проекту ложилось что-то. То есть, вот эти все моменты по месту решали, как лучше сделать, там, четверть та же вот под окна. Проблема-то, как бы, не придумать было, как бы, объем набрать, проблемы нет. У нас проблема была, что были остатки кирпича, ну, нарезаны, потому что вперед резали, и, как бы, чтобы их использовать все, то есть, чтобы у них в бут не ушли. И вот, из каких-то трех элементов мы его придумывали, сам здесь вот это, то есть, подставочки вот эти вот, все там идет. Заводской был или сами тоже прорабатывали конфеты, как ты называешь? Колонны? Колонны, это, вообще, самые первые элементы, которые мы начали точить. Ну, с них началось все, на поле еще там. То есть, они изначально были в проекте, я их нарисовал. Да, их много у кого, там, они в разных видах. У Вити Сучкова они есть, мы, что-то, это, изначально-то, когда начал рисовать, а мы не могли проект прорисовать. И Витя Сучков помог, чтобы, ну, открыть проект, как бы, это, мы, при помощи, ну, короче, помог он, открыть его именно, потому что большой объем с кетчапа, там же одно ядро работает, но не мог его раскрыть. Он мне в рендер перевел, все это сделал. И потом, что, говорит, ты меня не позвал, дай какую-нибудь стену нарисую. Я говорю, дай конфеты твои вставил. А я где-то ему нарисую, как видел, типа, что-то, ну, как бы, добавил их. Как печеньки и без печки, да, вот, то есть, здесь, я понимаю, была летняя кухня, готовили? Да, вот, вечера, в общем, все вечера проводились возле этой печки, то есть, ее построили. Построили, ребята, как раз приехали с Орла, с Краснодара, с Кирова были ребята. Ну, и вот мы ее построили где-то за два часа вечера. Ну, то есть, собрались вечером, скучно стало ее, давайте построим. Ну, то есть, здесь и готовили, и там, где уже бывали? Готовили, когда нас вручало много раз, как бы, с вечера и кашу, и блины пекли, то есть, ну, и хлеб в ней пекли, там, ну, и, ребята, все интересно было. В общем, все приехали, как бы, начинающие печники, в основном, ну, большая часть была, как бы, поучиться, я им показал, что такое настоящая русская печь, ну, вообще. То есть, ну, вот, как собирали у нас здесь, в Сибири, что это такое, вот, это она была и кормилица, и грела она, и построили, на следующий день ее Макаров глиной у нас обмазал, побелил. Леня потом, вот, в прошлом году приехал, крышу сделал из этого из кирпича, то есть, такую вот, а так все готовили, ищи, и пекли, и, как бы, тут мангал у нас сделан под шашлыки, то есть, как бы, практически каждый вечер возле нее здесь застолья у нас были, когда комары, комаров отгоняют, дым тут стелется, разгоняли. Да, вот это можно функцией насчитать. Да, конечно, это, как бы, это, кормилица. Так же и выживали раньше, я же почему сторонник для того, что все отопительные приборы, тандыр, русская печка, это все одно и то же, дувал, там, вот эти вот все вещи, помпейская печь, это все один отопительный прибор, просто, по сути, исполненный по-разному. Ну, в разных местах сделан, и название свое получилось. Да, да, то есть, откуда, видимо, как зародилась, ну, у нас русская печка, то есть, в принципе, в ней не только хлеб, все можно было. Так, ну, что, мы сейчас на колокольне, одно из таких знаковых мест. Да, тут это, у нас маленькие тут леса, потому что леса построены, ну, колокола работает, все уже звонило, как бы, в принципе, это, чем Максим Дерни, может, день, который из них, вот это самое большое, подвязанное, да, 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 ну, вот, которая вдоль идет трос, вот это, да, 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 за него дергай, тут целая система. Ну, тут этот электронный звонарь стоит, то есть, как бы, в принципе, можно управлять с телефона, да, по-моему, 140 мелодий, ну, точно не скажу. Ну, именно на колоколах она, да, 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 то есть, они, вот, видишь, там моторчики стоят, они все это будут тянуть, она будет работать, то есть, без человека может работать. Ну, а так, батюшка сам играет на это, там, сам звонарь, то есть, он иногда приезжает, даже вот, это у нас здесь построено было, он играл, ну, залез, где Николай Чудотворца был, потому что выходные. Ну, вроде как, завтра служба тоже, наверное, приедет будет играть. Здесь все устроено, как раз для одного человека, чтобы можно было всем управлять. Да, 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 там эти все. Мы приезжали, когда запускали, это все, у меня тут, сын играл, сына поднимал, у меня это, ну, как ребятишки, это народ много собиралось там приехать. Вот он всем показывал, как это. Они из чего нанялись, чего люльц? Для чего бронзу? Бронзу. Такие мощные. Вот они, это специально для Феминия, они заказывают. С Питера приезжали настройщики. Подписано, да, там все? Да, да, да. Ну, это получается, угодно, профессия такая, прямо, настроить. Да, ты счет, там вообще-то все развито, там и литьем занимаются, вот здесь я делаю на эту купола, делаю, здесь крыши делают, там такие деньги вертятся, что там этим все сейчас занимаются. Вот и сколько тут, это 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 колоколов, да? Ну, вот этот 800 весит килограмм, то есть его еще не залили верхний купол, мы стены подняли его сюда, перенесли вверх-вниз, внутрь поставили, чтобы его изнутри, потому что это через окна проблематично было его затаскивать. А остальные все они через окна затащили, у них приспособуют там специальные такие, ну, видно, что ребята занимаются своим делом. Красиво. Обзорчик может. Как река себя организовать? Тавда. Ну, да, вот она сейчас на самом пике поднялась, ну, раньше, конечно, побольше разливалась. Раньше вот эту площадку, там вот до гор, вот эта вода заходила вот в этот рык полностью. Место живописное достаточно. Так, вот то, что по расположению храма, да, здесь рядом был храм раньше, получается, то есть все равно уже чем-то было, это, так скажем, место привлекало. Ну, место, место, конечно, да, намоленное. Церковь, это как раз основание деревни этой. Ну, наверное, да, вот ссыльных везли, вот так высаживали на берегах, на живописных. Они, типа, селки, тут говорят, бараки раньше были, колония-поселение или что-то, вот именно привозили сюда. То ли лес добывали, то ли что-то делали не здесь. Ну, а здесь получается по технологии, то, что вот эти вещи отдельно, а вот даже стыки, да, для сюда? Да, да. А, или это запускать будет? Это запил, это да, еще карниз будет идти по кругу, по запилу. Вот эти части отдельно ложились на земле и сюда поднимались краны. Ну, так удобнее было или чего? А в то время просто не сделать было. А туда, здесь и этих лесов ничего не было. Так и ничего не было, и зима началась. Мы собирали, вот же, вот мы ходили в дом, причем, вот видишь, что у нас закрытый полистирол, там цех был. Ну, ты, может, видео-то видел, мы в цехе их собирали, там, потом трактором оттуда это все доставали и ставили. Наверное, надо закругляться, сегодня день у нас плодотворный такой, да, поговорили, посмотрели. Походили, посмотрели. Что хотел бы от себя сказать, то есть у Сереги, у Сереги, может, новая профессия появится, храмовый строитель. Ну, и вообще хотелось бы пожелать развития дальше. Ну, я думаю, может, даже если кто-то увидит, и вдруг какой-то объект стрельнет, как говорится. Ну, и молодец, что вообще идея была, печеньков пригласить, именно, вот именно с резьбой поработать, потому что утеревается это же все. Да, конечно. Сейчас в основном стараются все прямо и параллельно. А здесь вот что-то такое именно, диковинка. Да, может, притянет людей сюда этот храм, может, и деревня живет. Ну, дай бог, будем надеяться. Не зря нас бог здесь всех собрал. Со своими судьбами сюда попали, так сказать. Поэтому это... Может, и не первый. Не, дай бог, чтобы не первый. Я думаю, что ты эти два года прожил его, и, ну, так скажем, знаний накопил столько, чтобы можно было их строить. Да, так и как бы со всей России каменщики приехали, как бы от них много впитало. Общение среди печеньков, это очень, как бы, это... Как бы, такое, как сказать, опыт хороший. Ну, ладно, все, спасибо за экскурсию. Пожалуйста, что. Будем. Доделаем, приезжайте. Да, сейчас еще в лицах, но будет возможность, обязательно доскочим. Поснимаем уже, может, даже с батюшкой, когда он будет. Ну, да, конечно, и будет. Ну, все, всем пока. На связи ваш Печной Мир.